В одном из домов 18 микрорайона 21 октября произошла трагедия. Родители, вернувшиеся домой, долго стучали и не могли попасть в квартиру, где в этот момент находились двое детей 8-16 лет. После безуспешных попыток дозвониться и достучаться, они вызвали спасателей. По прибытию оперативно-спасательного даряда департамента ПАЧС на месте в квартире были обнаружены бессознания дети 2000 и 2008 года рождения. На месте происшествия сотрудники скорой медицинской помощи констатировали биологическую смерть детей. Как установили прибывшие на место специалисты компании «Кастрансгазаймак» газовая колонка и водонагреватель были установлены на лоджии. Самое страшное, что в конструкции этого дома дымоход не предусмотрен. Как вы знаете, у нас в городе в многоэтажках, в некоторых многоэтажках не предусмотрено изначально применение отопительных приборов. То есть в квартирах предусмотрена только централизованная горячая вода. Однако гражданами города Шенкета допускается нарушение безопасности, то есть вывод газовых плит, а также отопительных приборов, то есть газовых колонок на лоджию. Так как данные шахты и дымоудаления не предусмотрены, вытяжка не предусмотрена для газовых плит и для автономных отопительных приборов. Специалисты газового хозяйства просят еще раз напомнить людям о необходимости соблюдения требований пользования газовыми приборами. Ведь с начала отопительного сезона это не первая трагедия. С начала отопительного сезона этого года у нас сейчас 9 случаев, которые получили отравление угарным газом. Из 9 случаев, 3 случая случилось в частном секторе, 6 случаев в крупнопанальных домах, то есть на квартирах в неположенном месте, в неположенных квартирах установлены водонагреватели проточные и отопительные котлы. Домоходы надо прочистить, вентканалы надо прочистить, утеплять вентканалы, тягу проверить. В этих случаях из-за незнаний, из-за несоблюдения вот эти случаи случаются. Нередко к нам в редакцию с жалобой на сотрудников различных сервисных компаний обращаются жители нашего города. Люди говорят, что специалисты, не сделав ничего, требуют оплатить услугу наличными, либо включают ее в ЕПД. Чтобы завтра не произошло трагедии, требуйте, чтобы специалист, прежде чем назначать оплату, проверил каждый газовый и отопительный прибор, проверил тягу в дымоходе, а при необходимости прочистил его. Саида Турсуметова, Константин Исупов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отарар».